Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. Сегодня хочу вам рассказать, как правильно обрезать верхушку у петунии. О том, обрезать или нет верхушки у петунии, я рассказала подробно, наглядно в своем одном из предыдущих видео. Ссылочку я оставлю в описании на это видео. Если вы новичок, посмотрите, возможно, вам будет полезно или просто интересно. Подходить всегда нужно индивидуально, обязательно. Это обязательное условие. Потому что, смотрите, вот у меня две петуньки одного сорта, посеянные в один день. Но одна стояла немножко на нижней полке, ей не хватило света. Верхушка у нее, смотрите, какая вытянутая. А вот здесь вот такой довольно компактный, хороший кустик. Его я трогать не буду, просто пересажу в больший объем. И я его не трогала. Здесь и верхушка в меру развита, и боковушек много, тоже хорошо растут. А здесь только большая верхушка. Боковые есть побеги, но они очень маленькие. Их тормозит верхушка. Поэтому вот такую петуньку я обязательно обрезаю. Иначе красивого куста не будет. Вот смотрите, этот же сорт, но его я верхушку обрезала раньше. И посмотрите, какую красивую массу он дал. А мог бы тоже расти палкой. Или, как еще есть такое выражение, палкуется петуния. Правда, есть сорта, которыми обрезка не очень-то помогает. Но, тем не менее. Так как же правильно обрезать? В первую очередь, этот совет будет полезен, я думаю, для новичков. Ну, я просто помню себя, что когда занималась только в начале петуниями, я обрезала, знаете, так чуть-чуть. Ну, жалко. Ну, чуть-чуть обрежу. Ну, я же обрезала, правда? Но красивых кусток, к сожалению, не получалось. А все потому, что нужно взять себя в руки, взять инструмент, обработать его обязательно. Лучше спиртом. Ну, у меня сейчас под рукой спиртонит. Я возьму антибактериальные салфетки. Протру ножницы салфеткой. Ну, одной рукой это делать неудобно. Поэтому можете мне поверить, что обязательно протру. Вот. И обрезать буду очень низко. Вот в той петунии, которую я вам показывала, которая у меня уже такая красивая, видите, здесь тоже обрезана низко. Хотя, может быть, можно было еще ниже. Ну, здесь уже без фанатизма. Так скажем, по своим ощущениям ориентируясь. Поэтому. Одной рукой мне, конечно, будет это делать не очень удобно. Но я сейчас покажу вам место, где буду обрезать. И покажу в результате, что получится. Вот здесь поставлю вот такую меточку. И вот смотрите, как низко я срезала. Вот такую большую ветку получилось обрезать. Ну, конечно, до такого размера, чтобы верхушка вырастала, не нужно ждать, потому что она тормозит рост самого куста. Я просто про них немножко забыла. Они стояли у меня на нижней полке. Ну, не досмотрела. Нужно делать, конечно, намного раньше. Но обрезать нужно неленько. Тогда будет красивой формы кустик. Также я обрезала вот эту компашечку. Я ее так называю. Это очень удачный сорт. Я о нем рассказывала раньше в одном из видео более подробно. Если интересно, я тоже ссылку оставлю в описании. Сейчас я набил вот такую классную шапку. Но он вначале шел тоже палкой. И я его тоже очень низенько, эту палку, обрезала. Смотрите, какую шапочку, такой полушарик он в результате нарастил. Вот, друзья. Поэтому подходите индивидуально. Смотрите на свои растения. Слушайте свою интуицию. И если уж решили обрезать верхушку, не делайте ошибку. Возьмите себя в руки и обрезайте низко. Посмотрите, кусты у вас получатся очень красивые. Ну что, друзья. Если мое видео было вам полезным, дайте мне знать лайком. И спасибо, что смотрите мое видео. Пишите ваши комментарии. Делитесь своим опытом. И до встречи в новых видео. Пока, друзья.